Всем привет! Привет! Как ваши дела? А у остальных? Ну, хорошо, как обычно. Привет! Как твои дела? А домашка как? Хорошо, как последняя домашка? Справились? Какие будут вопросы, замечания, рекомендации, вообще? Сложно было разобраться? Да, да. А с чем были сложности? В библиотеке, ну, это не в библиотеке, а как помещать, как помещать, как менять данные. Адпоинт, это дата, апдейт, дата. Ты не понимаешь, что он принимает, массив, объект, как еще это все поводит. Потому что документации очень тяжело было шукать. А лично мне, типа, самих настройок было не тяжело шукать. А вот как там данные обновить, а как правильно кинуть, то у меня было важно. А в документации не было? Ну, я не боялся, там какой-то записи, типа, я не разумею, принимая массив, я, например, не разумею. Потому что мне лично задавал, продавал какие-то там ошибки, типа, неправильные, там, помету, там, он, типа, не знает. Окей. Ну, в самом деле я с библиотекой не работал вообще никогда. И, возможно, что мало чем могу вам помочь с ней. Так что все вопросы к Андрею. Можете прямо сейчас у него спрашивать. Да нет, потому что почао молотить, я понял, что он не надо видать, я там. Ну, ладно. Нормально, прошлый день я ему поставила каждый день зайти, а потом... Да, там, наверное, все ему пишут. Ха-ха-ха. Вот. Сколько времени потратили на домашние задания? Ну, мы сами графики десь там, грубо говоря, день. Угу. А потом уже выборка даних, и, как тут их пишут вновь, и все будет сложно. За днем три, наверное. В середе оси, и здесь в пятницу, в середе-четверо-пятницу. Ну, там, где-то в пятницу не помню, просто, где-то там провели. Ну, то есть. В днем два десь там. Короче, что-то расслабились, да, немного. Что-то так, ну, вроде, первая половина была. Ну, постоянно загружено, насколько помню, там, целую неделю. Вот. Ну, в целом, то... Кстати, у кого не получилось сделать? Я же чуть-чуть. А в чем сложность-то была? Вообще не получилось разобраться? Угу. Окей, хорошо. А, я помню. Вот. А что-то есть по-домашке, что хотели бы сейчас спросить, там, на то, что Андрей не ответил? Ну, типа, да. Не, ты можешь назад поставить стиль. Окей. Какие-то вопросы по домашнему заданию, по поводу этих графиков. Что-то было вообще? Вернее. Что-то... Не, ну, самі настройки були неважкі. Просто надо было на пяти подобные графики просто, типа, переробить. Это было, ну, не стільки важко, а просто найти правильность. Двое дело. Ну, саму суть поняли, да, как вообще работать со сторонней библиотекой. То есть, берете библиотеку, знаете, что она рисует графики, как рисовать, ищете все в документации. Да? То есть, ну, понятно. Есть какие-то задачи, гуглите, смотрите документацию и так пытаетесь разобраться. И это будет достаточно часто так происходить, когда будете брать какую-то библиотечку, либо там API-шку даже. Вы же знаете, да, что такое API. Вот. Например, есть гугл API, фейсбук API. Там есть в них документация, вам нужно получить какого-то пользователя, вы делаете то, что они говорят. Отправляете запросы на определенные... по определенным путям. Вот. И получаете какие-то данные, либо еще что-то. Вот. Так само и с этой библиотекой, да. Есть какой-то объект, конфиг наш, есть какие-то там поля, заголовки, данные, ну и прочее, прочее. Как-то так. Что еще хотел спросить. Возможно, есть какие-то пожелания по поводу домашнего задания, либо хода развития событий по поводу домашнего задания немножко изменить как-то. Есть какие-то пожелания вообще в целом? Или типа два дня работаем, нормально, а что еще надо. А как у вас, кстати, с фрилансом там? Кто фриланс? Нормально. Можно немножко больше информации? Нормально. Как дела? Нормально. Что там по домашнему? Нормально. На проект ничего особенного. На реакте? Нет. Верстка? Верстка. Да. Правки. Не кресть проект. По верстке нема ни адаптации. Плюс надо переверстать много чего. Мы постоянно взяли там. В общем, большой проект, да. И там, короче. С фрилансом кабинетом, с бэкэндом. Все надо переверстывать больше. Позвали. Работает полно пока. А позвали это в смысле на фрилансе или где-то? Ну да, я им делал правки на лендинге. Это русскоязычное? Да. На фриланс хабе, да? Фриланс хаб. Фриланс хаб. Фриланс хаб. Я им делал правки на лендинге, им понравилось. Угу. Ну, позвали так, чтобы я им тоже помогал. Так все хорошо. Ну круто. А ты время где-то трека же или вы просто там какой-то фиксер прайс? Не, они мне за день платят там. Ага. Три часа в день у меня максимум коды. Я понял, я понял. Ну, классно. У кого еще как? Если так что-то привиныли. Ха-ха-ха. Ладно. Хорошо. Вы как обычно не разговорчивые. Вот. Сегодня Андрея не будет, как уже заметили, да? Я не знаю, чего не будет. Скал, что полно работает. Но сегодня гиг толст. Биткон или что они там будут рассказывать. Вот. Как-то так. Что мы сегодня должны были рассматривать? Ну. Джелоскрипт. А домашний макет. Ну тоже так. Трошки важко. В плане понимания, например. Ну, как вы. Тут нюанс. Тут просто ложка. Ты просто, типа, как правильно сделать цикл. Вообще как лучше. Я там нашел, типа, якусь там. Векмаслит шостом. Типа, можно сделать, типа, виборку в массиве. Типа, ты берешь массив. Типа, я не знаю. Ну, если есть. Ну, я не знаю. Типа. Я просто, если все это делали через хома. Тоже было через хома. Типа, меня попринимал. Сначала, типа, массив. Потом, типа, он, типа, принял все его индексы. На другом уровне. И меня принимал. Типа. Прибирал весь массив, что в середине. Але, типа, проверял значение. Типа. Если число, то добавлял все число. Если нет, то добавлял. По такому плану. Типа. И пока, типа, это... Не знаю. Был... Для меня это ключ. Здесь все около часа. Ты знал, что только придумаешь. Типа. Цикл. Вообще. Было жестко, типа. 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 Важко, типа, понять, что... Ну, а я там вообще. Ты начинаешь думать. Вот. Ну. Хорошо. Как понимаю, у всех примерно так. Да? Нормально. Да. Действительно. Я думаю, что сегодня пройдемся, скажем так, еще разочек по основам JavaScript, по основам программирования. Вот. И я, если честно, когда готовил сегодня урок, то я так, ну, кучу информации нашел. И там кусочек, и там кусочек, там нюанс, там нюанс. Сейчас даже подумал его все заметировать, но потом как-то, ну, что-то, ну, не сложилось с этим. Вот. И... Я не знаю. Попробую сегодня рассказать вам теорию. Я никогда, правда, теорию еще не рассказывал так вот, что просто в сухом виде. Обычно в каком-то примере. Но посмотрим, что получится. Я, если честно, не знаю, сколько у нас сегодня занятие времени займет. Возможно, это будет меньше, чем обычно. Не знаю. Вообще ничего. Давайте попробуем. В любом случае, если у вас есть какие-то вопросы по тому же чистому жевоскрипту, я думаю, если еще, по ходу, вы спрашиваете. Возможно, там я чего-то не расскажу и скажу, что уже все. А вы хотели бы еще что-то услышать, то тоже говорите и будем пробовать. Если это все быстро закончится, возможно, рассмотрим еще какую-то тему там. Возможно, с базами что-то рассмотрим. Короче, в ходу разберемся, окей? Хорошо. Хорошо. Я скидывал, либо говорил, чтоб прочитали сайт Learn JavaScript. Кто смотрел? Я еще риком читал и всегда забыл. Вин великий, достаточно ли. Да, есть такое. А как много вы прочитали и что вы вообще смотрели? Что узнали и вообще орзов по поводу этого сайта? По-моему, это какой-то, наверное, за русскоязычный депутат. Задание есть. Задание в недвижении. Задание в недвижении. Только вы с практикой все забываете. Так, а React, это же тоже практика JavaScript. Да, в самом деле там очень много всяких штук, таких разных и, на первый взгляд, вообще непонятных. И думаешь, зачем оно все надо? Вот. Поэтому я и говорил все время, что лучше JavaScript учить. Ну, возможно, другие языки программирования. Не из чистого языка, а уже из какой-то библиотеки, либо фреймворка. Потому что вы делаете какие-то практические задания, а потом упираетесь в то, что вы не знаете по самому языку, по JavaScript. Потом вы когда это читаете, вы понимаете, где это на практике уже можно применить. И таким образом информация, ну, как по мне, гораздо проще усвоится. Вот. Поэтому мы пошли таким путем, что начали учить сразу jQuery. На основе jQuery показывали там примитивные циклы, что такое перемены, ну и прочее. Вот. Потом пошли мы учить React и то же самое. Там какие-то другие особенности. Там больше используется цикл map, там больше используются классы и так далее. Вот. Теперь, когда у вас есть какие-то практические знания, ну, не то, что практические знания, а знания каких-то фреймворков библиотек, то теперь уже будет проще учить основы JavaScript. Вот. И, действительно, ну, насколько мне известно, и, в принципе, даже в Google можно найти, что вот этот сайт, он является самым лучшим источником по JavaScript, ну, русскоязычным источником, понятно. И здесь достаточно много информации, она достаточно, ну, как бы, доступно написана и есть здесь задачки. Но все равно, когда мы начинаем это все учить, смотреть, один раздел прочитали, мозг уже поплыл и особо уже ничего не хочется делать. Вот. Но, как и любой язык, будь то программирование, будь то разговорный язык, это, ну, достаточно сложная такая штука для того, чтобы его освоить. И порой скучно, да, особенно по началу, когда ничего не получается, но по чуть-чуть нужно вот работать над этим. Например, там, читать по одному разделу в день. Возможно, вам покажется, что вы вообще ничего не понимаете, но было такое вот чувство, явление, когда вы вот прочитали, там, я не знаю, вот Learn JavaScript. Куча сухой теории, непонятно, зачем она надо, ничего, вы уже все забыли. А потом, когда вы начинаете работать, ну, там, в JavaScript, там, в React, например, вам нужно какую-то задачку сделать, и вы вспоминаете, что, блин, точно, я же читал, вот было такое. И вроде, ну, казалось бы, уже эта информация забыта, но когда вы с этим стыкаетесь, вы вспоминаете, что действительно было такое. Вот, поэтому, опять же, дело, наверное, ваше, но я бы рекомендовал бы полностью прочитать, как минимум, первую часть этого сайта. Здесь самые основы, сухая теория, но достаточно полезно. Как-то так. Есть пока какие-то вопросы? Блин, я забыл сегодня воду с собой взять, и уже, честно, шепить хочу. Хорошо. Ну, давайте начнем. Я думаю, так мы будем вести сегодняшнее занятие. По вот этому сайту я буду проходить по разделам. У них, ну, уже есть какая-то структура, и будет так проще, что я буду все с головы брать. Ну, как-то так. Окей? JavaScript. Язык программирования, который используется в браузере, и на протяжении последних год достаточно хорошо развился и используется уже не только в браузерах, а при разработке мобильных приложений, дестопных приложений. Уже на нем и программируют микроконтроллеры, и, наверное, уже что на нем только не делают. Но примечательно, что это единственный язык программирования, который используется в браузере. Буквально недавно услышал такую технологию, честно даже не помню, как она называется, но альтернатива JavaScript. То есть уже по чуть-чуть пытаются внедрить еще один язык, и, как минимум, чем он лучше будет, это то, что этот язык программирования будет не интерпретирующий, как JavaScript, а компилирующий. В двух словах, компилирующие языки, они гораздо быстрее работают, чем интерпретирующие. И если так, за последние годы заметно, что наши странички достаточно быстро начали работать. Ну, сайты, да? Ну, это связано и с тем, что интернет стал быстрее, и наши машины мощнее стали. Вот, теперь еще добавится, ну, я надеюсь, в ближайшем будущем еще один язык, который будет еще быстрее работать, чем JavaScript, и теперь вообще будет все летать, что называется. Но на данный момент JavaScript это единственный язык программирования, который используется в браузере. Вот, поэтому нам нужно учить пока его. Вот, JavaScript это динамический интерпретирующий язык программирования. Что это значит? Первое, динамический. Мы можем присваивать нашим переменным какие-то значения и по ходу их менять. То же самое мы можем определять массивы, объекты и по ходу изменять эти значения. Вот, например, есть такой язык программирования, как Java, ну и много таких. Вот, то там мы создаем переменную, присваиваем какое-то значение, и это значение уже не может меняться по ходу всего кода. В JavaScript недавно появился такой тип перемены, как константа. В принципе, это тоже самое. В Java есть еще такая особенность, что когда вы создаете массив, вы должны указать, какое количество элементов внутри этого массива будет. В нашем JavaScript мы можем не указывать, во-первых, а во-вторых, мы можем по ходу добавлять, удалять и вообще делать, что хотим. Это как плюс, так и минус то, что мы можем изменять наши значения, работать с нашими массивами, то есть количество их не менять. Плюс в том, что это достаточно гибко, а минус в том, что это порождает, скажем так, баги наши. Вот, и, например, те ребята, которые работают там в C++, Java, то они плюют со JavaScript, и даже много можно просто в интернете найти, что JavaScript долгое время вообще не любили, и даже из-за язык программирования не считали. Ну, такое. По поводу интерпретирующий язык программирования. Что это значит? Это означает, что есть какой-то файл с расширением JS. Этот файл берется другим языком, вот, например, в хроме это C++, и пытается его парсить. Если он смотрит, например, константа, окей, он понимает, что это будет перемена, он там делает какие-то свои процессы. Смотрит функция, он переводит это все в свой язык, и, ну, делает какие-то операции. Вот, и за счет этого вот процесса, ну, парсинья, парса, и теряется скорость. Например, компилирующие языки программирования, они сразу переводятся в машинный код, и, ну, таким образом, получается достаточно большая скорость. Когда JavaScript парсится, он парсится, а только потом переводится в машинный код. Как-то так. Ну, это сухая теория. Как, в принципе, все остальное будет. Как по мне, каждый язык программирования, он работает не с данными, а именно с типами данных. Например, если мы возьмем строку какую-то, то для JavaScript будет абсолютно все равно, что там будет написано. То ли Hello World, то ли два Hello World, то ли что угодно. Для него важно понимать, что это есть стринга. Для чего это нужно? Для того, чтобы применять к нему какие-то вот методы. То есть, у стринги это одни методы, у Numbers другие методы, и у других типов данных другие методы. Вот для него вот это вот важно. Так, какие есть основные типы данных в JavaScript? Первое. Это number, string, булевый тип, null, undefined и object. Давайте попробуем пройти по каждому из них. На самом деле, я когда-то гуглил, то этих типов данных там гораздо больше. По-моему, их даже штук 17, если не ошибаюсь. Но они там какие-то примитивные, редко используются. И, в общем, мы их смотреть даже не будем. Пять первых типов данных, это примитивные типы данных. Я, если честно, скажу, в чем разница примитивных и непримитивных, вам даже, наверное, не скажу. Возможно, просто, что в примитивных типовых данных меньше возможностей. Ну, естественно, не в примитивном, куча всяких там нюансов и так далее. Number. В JavaScript для того, чтобы обозначить какое-то число, используется тип данных number. И этот number может иметь любой вид. Например, какие? Целочисленные цифры. И дробные цифры. 12.345. Вот. Например, в других языках программирования есть... Цифры могут представляться, насколько я помню, в трех вариантах, ну, скажем так, number. Это integer, это целые числа. Это double, это числа, которые с плавающей точкой. И float, но, насколько я помню, этот float, он просто может после точки иметь больше значений. Ну, они там прямо вот все настолько разделяют. В JavaScript это все достаточно просто. Один тип данных и больше не заморачиваемся. Наши number, они могут работать... Как же они называются? Не логические операторы, а математические операторы, скажем так. Мы можем наши цифры приплюсовывать, складывать, отнимать, делить, умножать. Также мы можем вычислять остачу отделения. И, по-моему, там еще что-то можем делать. Ну, самые основные это математические операции, плюс, минус, умножить, поделить. Действительно то, что чаще всего используется. По поводу... Нет, давайте пойдем дальше. Есть какие-то вопросы по number? Ну, тут, в принципе, все это вы знали. Правильно? Ничего такого особого не рассказал. Строки. Строки... Стринг... Определяются с помощью кавычек. Причем, неважно, какие кавычки, то ли двойные кавычки, то ли одинарные кавычки. Разницы абсолютно никакой нету в JavaScript. Вот, например, есть, опять же, другие языки программирования, где, вот, тот же PHP, то там есть, вот, обязательно, там, по-моему, в двойных кавычках нужно определять. Одинарные, это означает уже что-то другое. Наши строки, они также могут не принимать, а работать с операторами. Но это уже не математические будут, а, скажем так, конкатенация, кто-то слышал? Это когда мы одну строку приплюсовываем к другой. То есть мы, например, напишем... Вот, для того, чтобы нам объединить это все дело в одну перемену, мы просто напишем... А можно это все наверно в этом написать? Да. Вот, объединились две наши строчки. Все примитивно, ничего особенного. Какие есть методы у строк? Кто знает стройные методы? Да. Кто? Чарт. Типа, можно брать первые 7 в Алластане, типа... Да. Так и есть. Сейчас мы можем перевести нашу стрингу к верхнему регистру, то есть с большой буквы. Можем сказать, что... В общем, можем сделать нашу строчку из главной буквы. Кто помнит, как пишется? Кто помнит, как пишется? Капотлайз, наверное. Где? Тут? Как пишется B. Ну, как пишется. Как пишется? После B. Ай. Короче, да. Африкейс. А, листобили мы. Мы уже в скрипте, наверное, не можем перевести к капотлайзу. Только можем к верхнему регистру и к нижнему регистру привести. Да. Походу так и есть. Мы можем, наверное, взять наши символы и добавлять. Да. Когда это бывает удобно? Когда нам нужно сравнить то, что вел пользователь с какими-то нашими данными. Мы наши данные приводим все к нижнему регистру, берем данные, которые вел пользователь. И для того, чтобы, да, там он может какую-то первую заглавную ввести, либо все заглавные, либо там с нижней строки. Мы все приводим к нижнему регистру и сравним тогда. Ну, вот как-то так. Какой еще метод достаточно полезный? Это Trim, да? Что он делает? Обязывая правила. Справа и слева, то есть. Ну, понятно, тут и знаете. Да. Есть еще метод chartAdd. И мы можем взять любой символ по его порядковому номеру. Да. Начинается с нуля. То есть, если мы первый, нулевой возьмем, это будет первый. Если возьмем, например, пятый. Соответственно, можем так достичаться до нашего символа. Также есть еще достаточно полезные методы. Называются split и, по-моему, еще какие-то... Кто знает, что делать split? Я не знаю, я вообще так помню. Нет. Там есть... Дело в том, что три метода. Split, splice и slice. Да, их достаточно будет тяжело запомнить, но главное знать, что вообще можно... сделать, а потом уже можно углить. В общем, идея какая? Например, у нас есть какая-то строка. И... Иногда так бывает, что нам нужно нашу строку разделить по какому-то символу. Вот в данном случае мы можем разделить нашу строчку. Комо пробел. Либо комо пробел, да. Я думал просто по запятой. Вот. Таким образом мы получили все наши... Нашу строчку разбитую по запятой. Я сейчас так даже и не вспомню такой пример реальный, да, когда это может пригодиться. Но, если честно, частенько такое использовал. Когда нужно было разбить строку по какому-то символу. Проверка, да. А может, какие-то проверки будут делать, например? Ну, невозможно, когда там, например, урлу нужно взять и разделить его послышу. Вот может быть, ну, типа такого что-то. То есть на низком можно и слэш, и любой символ. Да, любой символ. То есть, например, сейчас у нас разделилось по... Просто по запятой. Мы можем сейчас разбить по запятой и пробел. Вот. Вот. Теперь у нас уже будет без этих. Без пробелов здесь. Видно всем? И, действительно, мы можем нашу строчку... Узнать, какая у нее длина. Когда это бывает полезно? Когда, например, превьюшка какой-то статьи, да. И, например, там идет 30 символов каких-то там. Десять условий, я не знаю. И потом троеточие ставят. Вот. Вы берете всю стрингу и проверяете, что если она там больше 100 символов, то просто ее обрежь. Как-то так. Есть какие-то вопросы по этому? Да. Так же... Тут не так уже и к строкам относятся. Это и к числам, и к строкам присваивания. Давайте я вам просто покажу на примере. Да. И когда мы хотим к нашей переменной a добавить, скажем так, ее же значение и плюс еще что-то. Поняли вообще суть? Да. Плюс равно. Да. Плюс равно. Кто-то видел такую запись? Да. Вот. И оно берет предыдущее значение и добавляет новое. То есть это было бы то же самое, если бы мы написали вот так. Тут понятно? То же самое мы можем делать и минус, умножить, поделить. Это все вот эти матемические операции. С набером то же самое происходит. Ну, как-то так. Тут понятно? Да. А если стрит, вы представительное мнение, где слать, получается, вырезая, да? Да. То есть ты можешь указать первый символ, ну, с которого начинать и по какой. Например, если у тебя там строчка это 20 символов, ты можешь вырезать там, ну, с 10 по последний. Либо там первых 10 символов. Либо там с 5 по 15, ну и так далее. Вот. Ну, если немного забивать наперед, то, когда у нас есть массив, вот мы можем разбить наши элементы по запятой и, например, место запятой поставить, не знаю, там какое-то другое значение. А потом нам нужно этот массив превратить снова в стрингу, то для этого используется метод join. Что делает? А, когда мы join не передавая ему никакие параметры, по умолчанию оно ставит вместо разделителя запятую. Но мы можем передать просто пустую строку. И оно просто соединит все элементы. Иногда это тоже бывает полезно. Но не знаю, сейчас сразу не приведу пример. Хорошо, идем дальше. Есть какие-то вопросы по строчкам? Булевый логический тип данных. Просто true либо false. Зачастую это используется в условиях. If, else. Любой тип данных, который в JavaScript можно перевести к булевому типу. Знаете, как это сделать? Знаете. Кто знает? С помощью знака восклицания. Что? Кто-то знал? Это. Ну, с помощью знака восклицания можно привести любой тип данных в JavaScript к булевому. Возможно, и в других языках так же само происходит. Почему два знака восклицания? Если мы переводим, оно переводим на false. Оно переводит, да, из true на false. А для того, чтобы нам как бы оставить true, нам нужно на false и потом еще раз перевести. Ну, вот просто это нужно запомнить, что для того, чтобы перевести в какой-то тип, нужно использовать два знака восклицания. На самом деле это достаточно редко используется, когда нужно два раза его использовать. Обычно, когда нам нужно на противоположно. Это сейчас сегодня, когда мы делаем какие-то таглы, да, когда у нас есть какой-то state, он сейчас true, мы нажали на кнопку, нам нужно state поменять, мы ставим знак восклицания и оно становится false. Ну, по-моему, вы это делали и не раз. Но никто не помнит ничего, да? Хорошо? Хорошо, идем дальше. Есть еще два типа данных, это null и undefined. Скажем так, null это, ну, вот такую запись вы будете делать крайне редко. Я, если честно, там, сколько я уже занимаюсь живо с криптом, я такого еще не разу не делал. Не, возможно, когда ты делал... Мы же пробуем, если тернальный оператор, если, типа, наснимает какое-то состояние, то мы возвращаем null. Типа мы ничего не возвращаем, значит, типа... Угу. Но это, скажем так, просто соберназ реактор, он, типа, требует, чтобы мы возвращали именно null, когда мы, типа, ничего не хотим вернуть. Вот. А именно вот в чистом же ванскрипте, ну, если там не брать в учет реактора, тот же jQuery, то вот присваивать null какой-то переменной вы, ну, будете крайне редко. В общем, null это, грубо говоря, если вы хотите очистить свою переменную, вот ее там, вот было какое-то значение, а потом вы хотите ее обнулить. Я не знаю, когда это нужно будет, но вот они говорят, что вот есть null. Частенько бывает, когда вот вы получаете, ну, с какого-то там, с local storage, да, по-моему, если мы пишем getItem, которого не существует, оно возвращает null, насколько я помню. Нет? Давайте попробуем. Undefined? А когда же нам null присылают? В общем, я бы, если честно, особо, особо бы времени на это бы не тратил, на этот null. В общем, знаете, что это тип данных, и он иногда приходит. В каких-то, я не знаю, случаях. Иногда бывают такие случаи, когда вот в фреймворке сами определяют, что мы возвращаем данные, когда их нету, как null. Но вот не знаю, почему так это происходит. Я особо, если честно, не углублялся в этот null, и я думаю, пока он вам не нужен будет. Undefined? Ну, собственно, из названия понятно, что не определено. То есть, когда мы напишем название переменной и ничего ей не присвоим, она будет Undefined. Ничего не присвоено. Даже не знаю, что можно еще добавить по null и Undefined. Есть какие-то вопросы, в общем. зачастую вот эти два значения, они будут, особенно второе, будут приходить, когда либо вы вызываете какое-то какое-то свойство у объекта, которого не существует. Вот вы думаете, что оно там есть, а его там нет. Это как с зелеными человечками. Вот. Кстати, это частенько бывает, когда вы из сервера просите какие-то данные, вам пришел массив там с объектами, и вы пытаетесь взять у объекта какой-то филд, а вы типа Undefined нету. Вот. Вот с этим будете чаще встречаться. И последний тип данных объектов. и особняком стоит шестой тип объекта. Да, это тип данных, который, ну, скажем так, достаточно много занимает, ну, не место в JavaScript, а, в общем, очень много будете с ним работать. Что? А, короче, это и есть JavaScript. Да, весь JavaScript это построен на объектах, и самый корень вообще JavaScript-а это Windows, который объект, который принимает наш документ, наш там history, location, и так далее, и так далее. Даже наши функции это тоже есть объект. Наш массив тоже есть объект. И для того, чтобы проверить, например, свою переменную, какой тип данных, строка, number, и так далее, для этого существует оператор typeoff. И, например, когда я использовал вообще этот оператор, это когда я ожидаю, что у меня будет сейчас массив, а у меня там валится ошибка, я не могу понять, что мне приходит. Тогда я использую typeoff, это скорее, как знаете, как console.log для дебага. Ну, хотя, если посмотреть на исходный код различных библиотек и фреймворков, там тоже используется typeoff, ну, каких-то там своих целей. Вот, давайте попробуем буквально там, не знаю. Окей. Окей. Оно говорит, что вроде бы у нас массив, а говорит, что тип данных это объект. Но мы можем узнать, это обычный наш привычный объект, или это массив с помощью функции, кто знает, с помощью метода. и сарей. То есть, вам нужно запомнить такую запись. И сюда мы передаем нашу перемену и проверяем, это массив или нет. То есть, если массив, оно говорит true, если не массив, оно говорит false. Если честно, тоже вот уже, скажем так, в готовом коде, когда все правильно написано, то тоже достаточно редкое использование, и это скорее используется, когда вы будете добавить код. То есть, снова проверяете это массив или нет. Вообще, что важно понимать, ну, я, например, для себя хорошо вынес, мы всегда должны контролировать, какой тип данной нам приходит. То есть, если мы берем какую-то переменную, мы должны быть убеждены в том, что это либо массив, либо объект, либо строка. Если мы ориентируемся, что у нас какая-то переменная приходит, потом проверяем, типа, если это array, то делаем одно что-то, да, например, через if, если это объект, то делаем что-то другое, то, скорее всего, что делаете вы что-то не так. И ну, лучше вот такие вот, как бы, не знаю, паттерны, если это можно назвать, не делать. Лучше быть, ну, лучше точно знать, что у вас сейчас приходит строка, либо цифра, либо еще что-то. Окей? Так, есть какие-то вопросы по этому? Ну, вроде тоже ничего нового, правильно? Все это должны были знать. Давайте пойдем дальше. с примерами тоже все понятно. Три типа переменных, var, led, константах. Знаете, в чем разница, да? На этом останавливаться не будем. я читал, что типа я понял, что я понял, что я могу даже, я тебе могу сейчас на примере показать. где? Последние статей со временем возможности и после. Ну, а с 3, это сэш из-нафона. Смотри, в чем разница. Если мы, например, напишем if какой-то, ну, скажем, тут, чтобы он по-любому выполнился. Внутри if-а напишем, ну, создадим переменную a, присвоим ее значение 1. Вот. То в таком случае мы сможем вызвать нашу a, и она нам вернет значение. Если мы сделаем все то же самое только с фетом, то есть мы сможем идти как в середине нашего if-а? Да. Ну, по идее. Да. Она говорит, что наша перемена f не, ну, типа, не существует ее. То есть мы можем let-у использовать только внутри вот этого вот блока. Вот то, что он, как ты там говорил, let- это блочная, var- это глобальная. Когда вот такая вот запись, кстати, это единственная разница между let-ом и var-ом. Так, а зачем она тебе сказала, что лучше использовать вместо var-а, чтобы зарелой использоваться все-таки же есть эти изменения? Ну вот, например, да. Не знаю, если честно. Мне никогда не приходилось создавать переменную. Ну, смотри, если ты... Интересно, просто чего-то выйти с новой var, типа, она же была... Ну, если чего-то меня надо просто, типа, за этой синтекой, просто для того, чтобы там... Ну, смотри, есть действительно... Единственное отличие это то, что... Ну, вот это отличие. Если мы создадим перемену внутри TIFF-а, то... Ну, она будет как глобальная. И потом дальше мы можем ее использовать. Если на основе этого ты построишь свой код, а если IF не выполнится, то твой код сломается. Правильно? И это, ну, потенциальная ошибка. Ну, потенциальный баг. И вполне возможно для того, чтобы избегать этого бага, они решили сделать вот строго, что если вы создаете перемену внутри блока, тогда вы можете использовать перемену только внутри блока. Кстати, мы можем создавать блоки не обязательно, там, IF... Понятно. Вот эти вот фигурные кавычки это есть блок наш. Да, когда мы пишем функцию, это тоже блок. И мы можем сделать вообще вот так вот. Ну, просто вот внутри таких вот фигурных кавычек, просто вот так их написать, это тоже будет блок. Ни разу не видел, что вообще так кто-то делал, но так можно делать, если что. Вот. Так, что там у нас было? А, за переменные говорили. То есть, по переменам вопросов нет. Хорошо. Хорошо. Правильный выбор имени переменной. Кавалки, если выбрать. Да, переменные можно записывать в camel case, либо с нижним подчеркиванием. В JavaScript общепринято использовать camel case и не использовать нижнее подчеркивание. Хотя вот тот же PHP, то у них там наоборот. Используется через нижнее подчеркивание. Это стоит понятно. Условные операторы. Кто знает вообще, что такое условные операторы и как они работают? Проверяю условия, есть условия, типа, что у нас выполняется один блок, если нет, а мы типа меняем фикси условия. Что это устанавливается? Хорошо, типа, используете, вот, знаешь, просто надо проверить, что если какие-то условия, просто все еще. Два типа, да? Ив и тернарный, да? Условные, типа, да. А кто знает, что такое тернарный оператор? Вы в этом реакте использовали, да? А кто не знает? Тогда стоит, я думаю... Условные, в тернарном, там, в реакте, мы долго возвращаем. Угу. Не делал, никогда? Не знаю, анрикидар, типа, там, вся фишка, где мы використовуем, типа, в АЭИ використовуем, там, из тернарного оператора. Вроде, типа, он не возвращает, кстати, я тоже сегодня читал, и мне тоже больше понравился такой вариант. Хотя, если честно, все время делаю через тернарные операторы. Вот. Тернарный оператор. Что такое оператор? Это, скажем так, это, наверное, не функция, это какой-то синтаксический элемент, который соединяет два операнда. Если мы один плюс два, то плюс это будет оператор, один и два это будут операнды. Вот. Единственный оператор тернарный, это который соединяет не два оператора, а три целых. Ну, какая-то такая особенность. Как это выглядит вообще все? Вот. У нас есть переменная a. И мы можем задать такое условие. Если наша переменная a равно true, то тогда верни, например, цифру 1. Если она не равна true, то верни там цифру 56. Как-то так. Вот этим тернарным оператором мы можем действительно заменять наши условия if else, когда у нас всего лишь два условия. Если true, то одно выполняем. Как бы было бы с ifом. То есть, если if если if если a равно true, то выполняем, то возвращаем 1. Иначе возвращаем 56. Вот это вот две идентичные, ну, по функции, по значению две идентичных записи. Тут понятно, нет? А кому непонятно? Кому непонятно? Всем понятно? Почему промолы 56? Там уже a true. Прошу условия у нас true, если true, то верну сюда. Ну, кстати, да. Если a true, верну сюда. Да. Да. если мы просто запишем. Я, кстати, не заметил. А сейчас true. Ну, это проверяй экипизация. Там же 3дрик. Ну, можно проверить. Возможно, типа, 2x. Ну, она вернула нам 1 сейчас. А если мы запишем, например, 2dfos. вручает false. Давайте еще раз попробуем. True. Теперь нормально. А че она задала? Там 56. Ну, она проверяла 15, походу, от 3дрик. Не, ну, тогда тоже мы объявили true. В общем, не знаю, что-то произошло, но сейчас работает так, как надо. А ну, если а проверишь, да. Давай. True. А тогда 1 вернуло, да? Ну, ты проверишь просто анкастре 5, типа, что ты 5, и просто а пробишь. Не как там, типа, возьму шо сделать, еще раз? Ну, если ты писал такой, не оператор, а ты своё бен ремня анс. Ну, да, теперь теперь нет, для анс ты уже не ага, а ну, ну, Я понял, да-да-да. Вот так, да? Да. А тогда писар шест вывел, да? Да-да-да. Блин, а шо? Чем не знаю. Моя трупа говорит, что мы спугалась. Хм, 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 хм. Хм, 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 хм. Когда вы кинаете ошибку, ты обновляешь, а потом она сама пропадает. Ты не знаешь, что она делает. Не, ну это, кстати, это плохо, потому что бывают такие... Не, бывают такие ошибки, которые появляются при каких-то определенных условиях. Если ты, например, кликнешь по кнопке через пять секунд, либо если быстро кликнешь два раза, да, и потом ее трудно отловить, думаешь, блин, только что была ошибка, перезагрузил, нету. Окей, пошел дальше, а ошибка есть. Вот. Да, кстати, еще я вспомнил по поводу цифр. Вроде ничего особенного, но есть такой нюанс, который важно знать. Я думаю, вы знаете это, да? Сколько будет, кто знает. Всем видно, 0,1 прибавить... А? 0,30. А что 30? А? А? Никто не видел такую запись? Ну, я... Вот. Это особенно... Я, кстати, не уверен, только ли жало-скрипта, или это вообще всех языков? Да, но я где-то читал, что не только жало-скрипта. Что? Вот. И, ну, это достаточно важно знать, потому что иногда бывают такие ситуации, когда вам нужно будет две перемены прибавить, и вы потом будете сравнивать с 0,3. А оно не будет равно. Давайте попробуем. Будет false. Сейчас оно не равно. Вот. И... Ну, в общем, нужно знать и... с этим, короче, работать. Как это можно пофиксить? Ну, к примеру, можно... Знаки типа ограничить. Либо округлить. Но, кстати, округлить тоже не вариант. Бывает такое... Сейчас посмотрим, по-моему, 0,3 плюс 0,4. Там, короче, оно возвращает 0,8, 8, 8, 8, 9. И, короче, ну, закруглить не вариант. Как по мне, самый лучший способ это пофиксить... Ну, мы же не самый лучший один из способов. То умножить здесь на 10. Здесь умножить на 10. И поделить это все на 10. Вот. Теперь будет труб. То есть мы сделали целые цифры... Целые числа. Прибавили их. Потом снова сделали дробные. А, или ты сейчас математикой. Я понял. Да, если что, то сначала, ну, умножение происходит. Потом припрессовывается это все дело. Да, как-то так. Там, по-моему, в новом стандарте JavaScript есть какие-то методы, которые это фиксят. Типа, тоже более прикольно. Но, в общем, знаете за проблему. Если стыкнетесь, ну, как минимум, можно будет наблюдать, как ее решить правильно. Есть. Идем дальше. Условный оператор тут понятно, да? И в ELSE и тернарный оператор. То есть, когда мы тернарный оператор используем? Если честно, я до React его никогда не использовал. А до React, действительно, было прикольно, когда мы делаем какое-то условие. Например, если пользователь зарегистрированный, то показываем ему какой-то блок. Если нет, то ничего не показываем, возвращаем просто нал. Да, действительно, в той статье там показали еще более прикольный способ. Через E. А чё кажешь, что E и E больше? Ну, типа, стоит на уровне больше, чем E. Типа, если ты будешь, типа, выконывать условия, например, E и E, то же самое, почему приоритет умножения... Да, есть, ну, приоритеты у операторов. То есть, нам еще со школы известно, что умножение, оно и деление, оно выше, чем... Ну, имеет больше приоритет, чем отнять и прибавить. Так само и здесь. Каждый оператор и или умножить плюс, а не иметь свои приоритетности. По-моему, даже здесь, если это таблица этих приоритетов, ну, особо заморачиваться не стоит. Основное это, опять же, умножить, прибавить и или. Всё, больше вам, ну, чем особо стекаться не нужно. Можно, если вам нужно действительно поставить каких-то два значения, которые должны в первую очередь выполнить, вы можете их просто в круглые скобки объединить. Ну, как я вот, собственно, здесь и сделал. Вот, условные операторы. Если мы пытаемся прибавить строку к цифре, например... То есть, что мы можем, ну, какой выбор сделать, что... Да, можем сделать такой вывод, но на самом деле это не так. Если мы пробуем строку отнять, то нам вернят цифру. А, я банк, цей ровку, типа, ProJS. Что? А кто знает, почему так происходит? Кстати, из того, что мы сегодня говорили, вот тут есть объяснение. Есть какие-то идеи? Плюсик все конкатенирует, и он это... В самом деле так, да, так и есть. Когда мы пытаемся сложить нашу строку и цифру с помощью плюсика... А плюсик в JavaScript имеет как бы два свойства. Как конкатенация и как сложение. И вот конкатенация, она имеет высший приоритет, ну, чем сложение. И поэтому оно как будто две строки конкатенирует. Ну, я не знаю, надо оно вам будет, не надо, но вы хотели... С того же JavaScript, вот, пожалуйста. В самом деле, если мы делаем какие-то математические действия со строкой и цифрой, то все переводится в цифр. И, кстати, где вам, возможно, это понадобится, вот такие вопросы любят задавать на собеседовании. Поэтому... Будьте в курсе. Идем дальше. Что у нас? Да, логические операторы. Основные два логических оператора это и либо или. Кто не знает, что это такое? Сейчас... Убискаем этот момент. Или... Кто знает? Ладно. Окей. Я понял. Преобразование типов на то, что мы только что говорили. Циклы. Какие вы знаете циклы есть? Свитч. Кто? Вайл-хот свитч. А чё свитч? Свитч. 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 Не, свитч там же тоже кейс, кейс, кейс. И это цикл? Не знаю, да? Нет. Что такое цикл? Это когда происходит итерация. Итерация. Когда проводят условия, проверяются условия. Вот пока, да. Итерация. Не, а при чём тут условия? Выполнение чего есть? Условия каких-то раз? Нет. Ну, в смысле, выполнение какого-то условия каких-то раз. Ну, что ты имеешь в виду? Какого условия выполнения? Ну, я кейс, например. Ну, это некое действие по конкретному условию. Вывести 5-10 раз. Ну, наверное... Ну, наверное, не так, скорее. В общем, цикл — это, скажем так, возможность перебрать наш массив. Возможность достучаться к каждому элементу нашего массива. Если у нас массив, есть ли значений? Нам нужно с каждым значением как-то поработать. Например, у нас есть список пользователей. Да, в массиве. И мы хотим узнать, есть ли такой пользователь уже в нашем списке или нет. Как это сделать? Нам нужно достучаться к каждому элементу из этого массива. Для этого есть цикл. Всё, тут больше ничего придумать не нужно. Какие есть циклы вообще? While, For, Map, Filter, ForEach, Reduce. Короче, их там... Find. Короче, куча-куча всяких. Вот. Самое основное, которое вы будете использовать — это ForEach, наверное, Map. Ну, это потому что в React. Помимо React, я, если честно, очень редко его использовал. Просто такая особенность... Ну, точнее, не React, а вот именно этот цикл так хорошо подошёл. Ну, какая особенность мапа? Он может перебирать элементы и изменять их. То есть, мы берём какой-то элемент, проставляем туда HTML, и он, ну, то есть, взял и, короче, запихнул назад в мастер. Ну, то есть, он создаёт новые мастер. Вот фильтр, уже говорил когда-то, он может только перебирать и говорить, типа, возвращать этот элемент или нет. Вы можете там его попробовать изменить — ошибки не будет. Но он его не поменяет. Ну, понимаете вообще, о чём я говорю, да? Вот. Есть ещё Reduce, но это реже ещё используется. Его особенность в том, что вы можете, типа, достучаться внутри этого цикла к текущему массиву, который перебираете. Ну, как-то так. В общем, можно это упустить. Есть ещё While и For, да? Они немножко отличаются, скажем так, своей синтаксической структурой от тех циклов, которые мы только что перечислили. И, на самом деле, по возможности лучше их использовать. Но, как правило, обычно забывают на это. Почему так? While и For являются самыми быстрыми циклами вообще в JavaScript. И если там провести какие-то тесты, то там какие-то доли секунды действительно выделяются между For и For. Также есть, например, особенность ForEach в том, что этот цикл невозможно остановить. Например, у вас есть массив с 1000 элементами. И вам действительно нужно проверить, есть ли имя какого-то пользователя в вашем массиве. А представьте, что имя этого пользователя является первым элементом. То есть, вы проходите первую итерацию, выполняете какое-то условие. И этот условие говорит, да, есть пользователь. И вам не нужно проверять все остальные. И ForEach вы не сможете остановить. А вот, например, цикл While и For сможете остановить. Это второе преимущество вот этих вот циклов, ну, перед всеми остальными. А фильтр, к моему, и сам останавливается. Что? Фильтр нет. А как, как останавливаться? Ну, если, ну, типа, находишь, и ретернешь, допустим, в перестреление, то он назначь не шукает. Нет. Фильтр работает вот как раз... Если ты что-то ретернешь, то он возвращает этот элемент. Если ты не ретернешь, то он не возвращает этот элемент. У тебя будет массив из десяти элементов, ты проверяешь, там, первый элемент. Если он проходит условие, то возвращаешь. Если не проходит условие, он просто не возвращается. У тебя уже будет массив из девяти элементов. Ну, ты с него тоже никак не выйдешь. Ну, на то он, ну, не название отфильтровать, то есть убрать лишнее. Вот. Если тут как выйти из... Брейк, да? Нет. Прерывание цепи. Где? А, кстати, да. Либо брейк, ну, я обычно ретерном выхожу. Ну, да. Можно либо брейк написать, либо ретерн. То есть мы попали в наши условия, пользователь найденный. Мы говорим, окей, брейк, и все, цикл дальше не идет. И это уже гораздо ускоряет сам цикл по сравнению с фаричом тем же. Бывают такие ситуации, когда у нас есть цикл в цикле, да? Когда у нас, ну, там, разные ситуации бывают. Вот представьте, вы в первой итерации находите пользователя, а у вас один цикл, второй крутится, и это лишняя работа. Вот. Поэтому используются такие циклы, как for и while. Вполне возможно, что вы услышите такое мнение, что лучше не используйте цикл while. Кто-то слышал такое? Нет вообще? Ну, потому что он, типа, бесконечный, можно назвать не бесконечный, а лучше используется, когда ты знаешь, сколько были итераций, там, определенных количеств. А while, типа, когда ты не знаешь. Типа, когда ты не знаешь, то лучше его використовывать. На самом деле, нет. Вся разница между while и for всего лишь во внешнем виде, я не знаю. Наш цикл for создаётся, ну, с ключевого слова for, открываем наши круглые скобки и передаём туда три выражения, получается. То есть, первое, это создаём переменную, начальную точку, с какой точке, ну, с какой цифры будет всё считаться. Второе, это условия. Обычно здесь и меньше наш массив и его длина. Ну, то есть, если нам нужно перебрать массив. Давайте, кстати, это будет всё показывать. Например, создаём... Например, создаём... ...черезь сайта, ну, через, знаете, про мужчину фактически сгрумиться на совершенно равномерном, совершенно равномерном махине. Эта цифра бюджетность. Как бы, когда на право, если на право это играет, в кем, так, в своем мире. Пока послушайте про влог. Вот. Что у нас здесь происходит? Мы создаем цикл, мы объявили начальную точку, мы будем с нуля считать, да, все наши элементы в массиве, они начинаются, ну, первый, короче, элемент в массиве, он имеет индекс 0. Вот. И мы проверяем наши условия, пока наше i будет меньше, чем длина нашего массива, а третьим условием выражения мы с каждой итерацией увеличиваем наш i на единицу. То есть вот таким образом, вот, мы можем увеличивать наши цифры на 1, там, если захотим, можем, минус-минус, это тоже сокращенный вариант, это было бы то же самое, если бы мы вот так вот написали. Тут понятно? Кто-то это не знал? Или все знали это? По поводу минус-минус, плюс-плюс. Окей. Хорошо. По поводу нашего цикла. Вот. Есть начальная точка, условия, чтобы наше i было меньше, ну, какого-то числа, и увеличиваем нашу итерацию на 1. И для того, чтобы получить наш элемент в массиве, мы просто пишем массив, фигурные кавычки наши. Да, это, ну, по большому счету мы, ну, да, это мы по индексу обращаемся к массиву. Ну, все знают, как по индексу к массиву? Ну, это же все делали, да? Вот. И, собственно, в чем разница между фором и вайлом? Это то, что вайл наш принимает всего лишь вот это вот условие. Да. Да. Вот это вот условие. Например. Кстати, я его никогда не писал. Что у нас есть? Что у нас есть? А, ты вот? Мы меня как-то не dream. Да. Так, а, кто вы думаете? Нет? В array? gider, я передаю ныр radmas. iate лицо, да? Так, нет? Как ладун, масштабы. Да. В земле, игра, папу atraves직з Sav EQD. Да? да и здесь вот в конце 4 это что нам вывела я на 1 2 3 4 5 6 4 5 6 а тут типа всем нужно было бы да по идее нет откуда 4 за вас не а блин В чем разница между фором и вайлом, вот все. Вайли мы только условия прописываем, а увеличиваем наш элемент вот здесь. И плюс нам нужно вне цикла создать начальную точку. Все, разницы абсолютно никакой нету больше. По скорости они работают примерно одинаково и как-то так. Есть какие-то вопросы по поводу циклов. На самом деле мы можем в цикле перебирать не только наши массивы, но и объекты. Вообще объект называется ассоциативный массив. Слышали такое вообще понятие? Ну, теперь уже слышали. Если мы создадим объект... Интересно, сколько же она поставлена на информатике? Да, кстати. И мы можем с помощью цикла обратиться к каждому филду нашему внутри нашего объекта. Кто знает, как это сделать. С помощью того же цикла for Только мы пишем, например, сдаем переменную item, либо field. Давайте мы пишем field. Ключевое слово in Внутри нашего объекта. Вот. И давайте попробуем вывести log Ну, собственно, field. И что она нам... Да не, правильно, кстати. Что нам последнее не выдело? rt А, я два раза t создал, все, я понял. Что-что? Что-что? Да, все, я понял, понял, понял. Во. Таким образом можем узнать... Ну, то есть, обратиться к каждому филду нашего объекта. И такое тоже бывает. Ну, я робил все, типа... Перебирал весь массив. Вот это за допомогою им, типа... И потом цего массиву знов перебирал за допомогою цего ина. Массив? Или объект? Ну, у меня был массив, я перебирал массив. Форином? Нет. Ну да, форином получается только. Я люблю длинный массив. Типа в домашке, там, где там, где было сумму вещества, я перебираю, типа... У нас было два массива, типа массив в массиве. Я сначала брал перший массив, перебирал нибудь по всему... Нет, это форином дел, я не понял. Не знаю. Я у тебя спрашиваю, форином дел? Да. Я говорю, не знаю. В общем, я... Зачем ты это делаешь? Есть такая особенность, я думаю, стоит пока просто запомнить. Когда вы перебираете ваш объект с помощью форина, вам нужно выполнить одно условие. Обратиться к вашему филду у объекта. Сейчас с помощью обычных фигурных получилось. И выполнить такой метод, называется... HasOvenProperty. Хорошо? Да, я понял. Что это значит? Наши объекты, они в самом деле могут наследовать другие филды через прототипы. И наш форин, он переберет все филды, которые являются в нашем объекте и которые могут прийти через прототип. Ну, в данном случае тут, ну, других филдов не будет. Но... Могут быть такие случаи, и рекомендую всегда использовать HasOvenProperty. Если честно, я даже не знаю, что можно еще добавить. Заходите дома, почитайте, посмотрите, что это за штука. В общем, опять же, когда столкнетесь с ситуацией, когда вам нужно будет перебрать объект с помощью цикла, всегда делайте проверку, чем у HasOvenProperty. По-моему, если будете делать это в реакте, то оно вам даст рассказку, если вы этого не сделаете. Вот, как-то так. Также есть еще такое ключевое слово continue в цикле while и for. Кто-то знает, что оно делает? Ну, вытекшение. Ну, на цикле 14 просто. Да, оно просто, ну, вы можете, например, сделать какое-то условие, если оно выполняется, то, например, чтобы дальше код не шел. Вы return прописать не можете, потому что оно вообще выйдет из цикла. А просто написать continue, и оно просто выйдет из этой итерации и пойдет дальше. Есть еще такая штука, метки называется. Вот, короче, они. Да, метки для break и continue. Короче, я думаю, не стоит сейчас даже заморачиваться. Я один раз в жизни это делал, и топ в учебных целях, просто попробую, что это за штука. В общем, можно это использоваться, когда цикл в цикле. И когда у нас выполняются условия внутри второго цикла, мы можем выйти из первого цикла. Короче, вот... Кого? Я не знаю. Прекращение, да? Типа, работы... Да, да. То есть, как бы мы, например, могли выйти из этого цикла, прописать return, да? Но из этого цикла мы же уже не можем выйти, именно находясь в этом. Для того, чтобы это сделать, мы создаем вот эти вот метки. Я говорю, я один раз такое делал в учебных целях, и не знаю, возможно, когда-то вам понадобится. Всё, я уже забыл. Это главное дело. Есть ещё цикл do while. Кто-то слышал про такой цикл? Да, да. И обычно, когда про него кто-то что-то говорит, всегда говорят, вы его никогда не будете использовать. Все используете? Все используете? Да. Да. И do while тоже? Да. На цикле я хочу. Что-что? В университете. В университете? Да. Дуваил? Серьёзно? Нас преподаватель не душе на СТВ, наверное. Я, если честно, не знаю, сколько я не читал про этот do while, сколько не слышал про него, там видео всякие смотрел, всегда говорили, ну вот этот цикл вы точно никогда использовать не будете. Ну давайте рассмотрим просто, чтобы знать, что такое вот действие. Все. На этом вся информация про do while заканчивается. То есть да, идея какая, что перед тем, как выполнить первое условие, ну первую проверку, мы делаем какое-то действие. Даже если это проверка. Ты сначала можешь нобыть, а потом проверяем. Да. Типа это нелогическое. А вдруг, например, оно, типа... Вот. Какие есть такие вопросы? Какие вопросы есть? Массив и объект отличаются. Объекты есть, значит, ключ, значение. Да. А массив это просто значение. Ну, индексы тоже. Ну, индексы, да. А можно поговорить только про... Я тоже не понимаю, как в реакции передавать дочерние элементы. Ну, проблема была в том, что у меня была ссылка, типа, в хай-чарте. И вот этот селект, он был, типа, отдельным компонентом. И, типа, они были не на одном уровне. И у меня получалось... Вин не бачил... Мы туда где-то часто. Я, типа, не мог просто знать ссылку. Мне пришлось вынести... Я не знаю, как передать, типа, из... Из дочерних элементов родительских, а потом из родительских в дочерние. Потому что они находились, типа, не на... И мне пришлось, типа, все вынести в один компонент. Вот. Вот это вот хороший пример, когда стоит использовать Redux. Спасибо. А я думаю, что... Не, ну, просто, типа... Смотрите, вот, ну, действительно, вот, хороший пример. Вот, ну, проблема, которую вот обычным способом в React, ну, решить. Ну, возможно, наверное, придется велосипед придумать. А что такое Redux? Вот у вас есть приложение ваше, да, вот, куча вот этих компонентов. Родительские, дочерние, дочерние. Ну, и, короче, в разные стороны вот эти ветки расходятся. Есть где-то отдельное хранилище Redux. Вы можете из одной компоненты записать данные в Redux, а из другой компоненты дернуть эти данные. Ну, то есть, оно там не то, чтобы дернуть, вы делаете подписку... Ссылку, да? Ну, не ссылку. Вы делаете подписку на Redux и говорите, я хочу получать данные там, ну, вот такого типа. Вы там указываете типы, ну, свои принимаете, как переменную. Когда данные приходят в Redux с этим типом, Redux берет и отдает в эту вашу компоненту нужные данные. То есть, как получается? У тебя есть компонента, ты записываешь ее в Redux, и в другой компоненте она просто тебе передается. Все. Вот так вот. И, ну, я не знаю, когда там будем рассказывать Redux, то вот можно будет на вот этом вот примере. Хороший пример еще, там у вас вот эта кнопочка Taggle, да, вот, а менюшка заезжает. Получается, кнопка к хедеру относится, а у нас менюшка, ну, вообще другая компонента. Сайтбар там, например. Вот, нам нужно клацать на одну кнопку, а менять значение в другом вообще компоненте. То же самое. Вы делаете клик, отправляете данные на Redux, а вот эта вот вторая компонент, она подписана на вот этот вот тип данных. И, когда они меняются, Redux дает вам вашу компоненту. Каком первом, втором? Не, я не знаю. Ну, так, поверхностно. Ну, не, вспомнил. Рускоп это скорее как глобальная перемена. Ну, да, да, получается то же самое. Примерно, да. Хорошо. Еще одна проблема была, не знаю. Давай. Типа, мы можем, я так не понимаю, мы ответ точно приходит, типа, с нашего API, мы можем, получается, только в нем обрабатывать. Мы не можем, типа, передавать, только сайтами керувати, правильно? Ну, либо, не, не знаю, никак. Помнишь... Что через два? Что через два? Ну, не батю через два, я пробовал. Типа через тезис. Помнишь? Ну, по-моему, я говорил на занятия. Тогда, по-моему, Андрей рассказывал. Или я, наверно, уже эти API-шки рассказывал. Асинхронные функции. То есть весь код в JavaScript, он выполняется сверху вниз. То есть, если он заходит в цикл, пока цикл не прокрутит все итерации, дальше код не пойдет. Когда у нас асинхронная функция, а наши запросы на сервер, они все асинхронные, то, получается, идет запрос на сервер и все. Ну, JavaScript знает, что это асинхронная функция, ответ придет позже, позже ее прочитаю, и идет выполнять код дальше. То есть, ты как, наверно, делал? Создал переменную, потом внутри ответа пытаются присвоить значение и ниже вызвать. А по факту получается, что ты присвоил переменную, вызвал асинхронную функцию, которая выполнится позже, ну, то есть, результат. Потом ты консолишь переменную, она undefined, ну, потому что туда ничего не присвоилось. А потом только уже приходят твои данные. Ну, хорошо. А если бы, например, вывести три консоля. 1 консоли перед fetch'ем, 2 консоли внутри fetch'а, где будет результат присваиваться, и 3 консоли, где ты пытаешься вызвать переменную свою. И получается так как? 1 консоли перед fetch'ем вызовется, 2 консоли после fetch'а вызовется, и 3 консоли внутри fetch'а вызовется. Так работают асинхронные функции. Я проверял, это на сайтах, оно меняет статус, пока ты в рейсе, именно пока ты в этом. Воно меняет глобальный остейт. В чём ты, поки ты... Ну, поки ты... Ну, поки ты... Ну, типа, ну, типа, ты робишь какие-то там проверку, а больше не условия, он здесь стейтно работает, поки есть ответственность, а если оно ещё поставится, то оно не меняет полностью. Опять, ты пока суть не понял, как оно... Ну, оно ниже опустится, и ещё значение туда не пришло. Давай попробуем... Так, оно делает ререндер. И ты внутри рендера можешь же получить новое значение своё. Не, не понял? Я, наверное, заработал, и не понял, типа, чё... Давай на следующие занятия попробуем посмотреть. Дальше. Конструкция свитч. Сработали со свитчем? Да. В общем, это аналог нашего if-else, кстати, вот они тут и пишут. Мы пишем ключевое слово switch, передаём какое-то условие, и если это, ну, наш x будет равен value1, то выполнится вот этот вот блок. Если наш x будет равен value2, выполнится следующий блок, и альтернатива else, просто чистому else, прописываем дефолт, и сюда по-любому и зайдёт, если даже ничего не выполнится. Нужно по-любому, ну, не по-любому, а, нужно писать слово break, да не показали как optional, не обязательно. В чём суть? Если оно даже сюда попадает, и выполняет там, ну, какие-то действия, если вы не напишите break, оно пойдёт дальше проверять условия. Ну, возможно, там ещё когда-то совпадёт. И в любом случае, вот, оно попадёт ещё и в дефолт. Ничем. Так вот, потому, и мы видим, что if-else чаще используется, а switch реже, причём гораздо. Ну, одинаково, какие-то кейсы. Когда, когда тебе одну... Я не боюсь, чтобы её прийти использовать. Вот, я поэтому и говорю, что... Я использую. Switch достаточно редко используется, в самом деле. Но, опять же, она не есть плохая, как бы, конструкция, и можно его использовать. Но if-else он более такой, и понятней, и действительно не нужно этот break писать, и как-то удобней. Не знаю. Кому какой-то, но в основном это использует действительно if-else. Ну, получается, у нас, типа, if, типа, мы проверяем условия, и там нам сразу, когда ретурн, типа, возвращает, правильно? Типа, то есть сколько, это то, что нам возвращает, типа, сразу? Давай ещё раз. Я прослушал просто. Ну, типа, if, типа, мы сначала у нас условия, а потом эти скобки, то, что выполняет, то, что выполняет, то, что наше ретурн, да? То, что возвращает, типа, нас. Если условия, типа, происходит. А то там мы установим его break. Да, да. И, пожалуй, последнее, что я хотел бы рассказать на сегодня, это... Давайте посмотрим на пример сразу. Мы создали переменную a и присвоили ей значение 1. Мы создали переменную b и присвоили ей, ну, переменную нашу a. Если мы скажем, что теперь переменная b будет равна, там, 5, то b действительно будет 5, а наша a будет 1. Ну, вроде ничего, ну, и не должно было дроваться, правильно? Но есть вот такой вот случай. Когда мы создали переменную объект, потом создали еще одну переменную, например, вот так. Говорим, что это равно нашему объекту. Теперь наш a будет тоже объект. Ну, тут пока все понятно, да? Теперь мы говорим, что добавь нашему объекту aaa какой-то field. Вот так я назовем его, field. Равен там чему-то. Пока все нормально, правильно? Но если мы сейчас выведем наш объект, он тоже будет иметь этот новый field. Вы через неюсер говорите? Нет. Просто наследование? Нет. Не наследование, ничего. Когда мы пытаемся присвоить переменные, там, значения, цифра, стринга, булевый тип и так далее, создается новая переменная, то есть новое значение. Точнее. Когда мы пытаемся сделать переменную на какой-то объект, не создается новый объект. Остается один и тот же, да, и создается ссылка. Для чего это все рассказываю? Когда это может, как бы, с этим стыкнуться? Очень часто мы получаем наши пропсы в реакции, да, во внутренних компонентах. Это выглядит так вот. System, props, data. И это равно, допустим, какой-то объект с какими-то полями. Мы записываем это все было получено в переменную. И дальше, например, берем цикл, крутим и изменяем в этой переменной, ну, либо там, я не знаю, не цикл, а просто добавляем какой-то новый field. И это супер неправильно. Нам бы не надо создать new. Нет, new тоже. Когда ты пишешь вот так вот, просто кавычки, и пишешь new, там что, object, это, короче, одно и то же. Ну, типа, там ошибка в другом. То есть, ну, не в этом дело. То есть, ну, понятно, да, когда это может, ну, вылезти боком, мы берем пропсы наши и с ними начинаем что-то делать. Да, нужно нам скопировать объект. Я не знаю, знаете или нет, что, ну, пропсы мы не можем изменять в реакте. То есть, мы их можем принимать только на чтение. То есть, типа, если мы придаем родительство дочерней, типа, наш пропс, да, типа... То, ну, дочерня мы не можем еще с этими пропсами делать. Да, да, и read-only. Да, да, и read-only. И очень часто там звучит такая фраза, ну, не только с пропсами, антипаттерн. Вот, кстати, в реакте это, ну, очень много, короче, там антипаттернов всяких. Когда вы так сделаете, ну, по сути, даже ничего и не произойдет. Но если реакт требует, чтобы было такое поведение, то вы, ну, должны следовать ему. Вот. Как быть в таком случае? Когда вы получаете какие-то новые данные... Ну, давайте просто на примитивных объектах посмотрим. object Когда мы хотим создать новый объект, точно такой же самый, мы должны написать такую фигню... object assign передать первым параметрам пустой объект, а вторым параметрам наш объект, который мы хотим скопировать. Что здесь происходит? object assign, он соединяет все объекты в один. Мы можем сейчас еще объекты написать, еще объекты, ну, и так далее, и так далее. То есть у нас сейчас будет пустой объект, и мы берем наш тот, который мы хотим скопировать. Но это будет такое частенько встречаться. Пустой объектом окажем, что наша перемена bb будет объект, правильно? Нет. Он сейчас копирует значения с этого объекта в этот объект. А object assign, он возвращает новый объект. И то есть присвоит уже нашей переменной. И в таком случае у нас две перемены, object и bb, у которых, ну, одинаковые значения. Теперь мы bb добавляем новый field. Говорим, что это был 3. Смотрим bb и, короче, object. То есть наша новая перемена, ну, с добавленной field. Старая перемена, короче, как было изначально. С массивами тоже самое происходит. Берете массив. Окей. Да. Только там нужно будет создать переменную. У нас уже есть. Давайте. Передать, ну, взять пустой массив. Писать concat. И передать, собственно, наш массив, который мы хотим скопировать. Тут тоже можно неограниченное количество массивов передавать, и оно все в один соединяет. Ну и у нас теперь новый массив будет. Теперь, когда вы хотите что-то работать с нашими пропсами, изменять там их как-то, добавлять новые field, вы по-любому должны их скопировать. Если вы хотите просто мапом пробежаться, то, ну, этого делать не нужно. Как-то так? Ну, вот такой метод есть. Вот такой просто, да. Есть какие-то вопросы? Да. Давай. У нас такой домашний. Потом скажем. В общем, если вопросов нет, у меня все. Я не знаю, насколько вам было интересно это занятие. Если честно, мне было не сильно прикольно вот это рассказывает. Там какие задачки интересные? Какие? Я не забыл, кстати. Я чуть-чуть не помню. На Learn JavaScript? Да. Там типа потенцируют. В общем, смотрите, Learn JavaScript там, ну, есть полезная информация. Она не такая интересная будет, когда ее читаешь, но полезная так точно. Вот. Ну, как-то так. Ну, Deин Даня Lois. Да. Б goat. Б merge. Нет, ты не мог.